Веселый детский смех, клоуны в разноцветных костюмах и непременный атрибут детства – воздушные шары. Первое, на что сразу обращали внимание гости творческого фестиваля. Инициаторами своеобразной преамбулы к праздничному концерту стали волонтеры – брестские студенты, которые и организовали для детей с особенностями психофизического развития разнообразные конкурсы и акции. К слову, в этом году на интегрированный фест приехало порядка 500 юных участников со всей Брестской области. Это дети, которые приехали с разных районов нашей области, школ-интернатов, детских домов семейного типа, из коррекционных центров. И еще нужно сказать, что к нам приехали гости из города Гайновки. Молодые инвалиды пригласили, они уже второй день здесь в Бресте. И достопримечательности нашего города посмотрели сегодня тоже будут на нашем фестивале. В рамках праздничного концерта 120 выпускников 2014 года, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ждал приятный сюрприз, спонсором которого выступил коллектив компании «Фрост» во главе с генеральным директором Вячеславом Морозом. У нас в этом году мы решили провести праздник совместно с Белорусским детским фондом. И в рамках нашего праздника пройдет ежегодная акция «Юность собирается в дорогу». Ребятам, выпускникам детских домов, школ, интернатов будут вручены рюкзаки, которые наполнены всем необходимым для того, чтобы сделать смелый шаг в свой самостоятельный путь. В этом году мы пошли именно целенаправленно к детям. У нас есть продукт детская водичка питьевая. И мы от этой детской водички собирали фонд. Потому что один раз увидев по телевизору Дарью Домбручеву, которая приехала в Боровляны, вы знаете, у меня в душе что-то перевернулось, поэтому очень хотелось как-то помочь. И я уговорил акционеров и всех наших работников, чтобы именно выделить средства именно для таких детей. Детей-сирот, которые сегодня и так не видят этого самого главного человеческого тепла. Интегрированный фестиваль «Вместе мы сможем больше» проводит на Бречне в третий раз. И уже успел стать традиционным. Данный проект можно с уверенностью назвать результатом огромной работы, которую ежедневно проводят сотрудники социальных, коррекционных и реабилитационных центров, главная задача которых – дать почувствовать особенным детям, что они способны на многое, что они любимы и нужны.